Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу поблагодарить организаторов конференции за возможность выступить здесь. Я являюсь доцентом Санкт-Петербургского полиэкономического университета, физико-механический институт. Про него я немножко поподробнее расскажу. И, соответственно, мой доклад посвящен моему собственному опыту использования свободного программного обеспечения для обучения студентов некоторым предметам. Поскольку тематика конференции очень широкая, я в своем докладе постарался рассказать обо всем. Если буду слишком подробен в каких-то деталях, прошу меня извинить. Собственно, сначала расскажу о полиэкономическом университете. Возможно, некоторые из вас в нем преподавали, обучались или имели с ним дело. Да, в Санкт-Петербургском. И немножко расскажу о нашей программе для бакалавров, которую мы сделали. Что такое учительная гидродинамика, конечно, расскажу для тех, кто не знаком с этим словосочетанием. Собственно, об открытых пакетах, которые мы используем в своих программах, курсах. Некоторое краткое содержание, которое мы разработали для студентов. Ну и пример задания и заключения. То есть то, что в результате работы с этим свободным программным обеспечением, какие достоинства и недостатки мы получим. И обратная связь от студентов, так скажем. Собственно, в нашем университете, как, может быть, кто-то знает, перетерпевает кучу модификаций. На моей, так скажем, жизни, ну, сколько я там учусь и работаю в этом университете, он уже три раза сменил свое название. Последнее название, вот следующее. Санкт-Петербургский политический университет Петра Великого. Почему Петра, не спрашивайте, я сам не знаю. Собственно, подразделение теперь называется институты, бывший физико-механический факультет. И вместо кафедры у нас теперь высшие школы. Ну, не только у нас, это много где, но и к тому, что всем привычные кафедры заменились на высшие школы. Вот та высшая школа, в которой я преподаю, это объединяет три кафедры. Прикладная математика, собственно, кафедра, где готовят программистов, гидродинамика, кафедра, где я учился и преподаю, и кафедра теплофизики. Собственно, наше направление подготовки для бакалавров и магистров называется прикладная математика и физика. Оно было разработано в МФТИ, ну и мы тоже используем у себя некоторые наработки. Значит, у нас сейчас в Бакавриятии примерно 50 человек на первый курс поступает, в магистратуре около 20. Собственно, основные направления курсов в Бакавриятии вот здесь представлены. Значит, у нас специальность гидродинамика, это механика жидкости газа, естественно, теория упругости, ну то есть в основном физика различная. Ну вот, в основном мы занимаемся вычислительной гидродинамикой, про которую я немножко дальше скажу поподробнее. Ну и, конечно же, у нас есть отдельный курс суперкомпьютерных вычислений, потому что в нашей области без суперкомпьютеров уже сложно. Собственно, в рамках нашей программы обучения бакалавры знакомятся с различным программным обеспечением. Некоторые из них являются открытым, некоторые закрытые. Собственно, вот программный пакет, например, Floss, это разработка наша собственная. Это такой простенький пакет для обучения студентов. Вот OpenFoam, про который я буду подробно рассказывать. И еще один код FDS, это свободное программное обеспечение для решения физических задач. FDS, это Fire Dynamic Simulator, то есть симулятор для изучения и распространения пламени. Помимо этого, студенты изучают коммерческое, проприетарное ПО. В частности, вот, может быть, кому-то известный, Ansys Fluent и тому подобное. Немножко расскажу, что такое OpenFoam. Для тех, кто не знаком с вычислительной гидродинамикой, но прежде чем расскажу про OpenFoam, что такое вычислительная гидродинамика, ну, собственно, при становлении этой науки в 80-90-х годах, многие не понимали, что это такое, и думали, что это, наверное, аббревиатура для следующих вещей. Colors for Directors, то есть какие-то цветные картинки для дикторов, либо способ поставления, так скажем, красочных картинок, ну, либо данные, которые умным образом подделаны. Ну, собственно, вот одна из таких картинок здесь на слайде представлена. Это пример результатов, так скажем, моделирования учислительной гидродинамики. Ну, собственно, учислительная гидродинамика занимается численным моделированием задачи течения жидкости и газа. Собственно, здесь, да-да, это вот как раз Color Figure Delivery пример, то есть это задача обтекания некоторого объекта потоком воздуха, ну, и представлена визуализация картины обтекания. Ну, наверное, многие из вас понимают, что вектора — это что-то, наверное, связанное со скоростью, ну, а цветом обычно я студентам задаю вопрос, что тут с цветом показано, но в данной аудитории, позвольте, не буду спрашивать вас. Практически сферический конь, но уже более детализированный, да. Значит, собственно, в нашей вот этой науке учительной гидродинамика, наше ПО, в котором мы используем все, его условно можно разделить на три составляющие. То есть для того, чтобы решить задачу численно, ну, собственно, решить какие-то уравнения математические, нужно сделать три этапа, условно говоря. Первый — это подготовить расчет, это называется припроцессинг, и программа, которая занимается подготовкой расчет, называется припроцессор. Собственно, основная часть, которую выполняет компьютер, а не человек, — это солвер, солвинг, то есть решение, то есть решение, ну, какими-то численными методами решения нашей системы уравнений. И последнее, самое важное, собственно, откуда берутся все картинки, — это обработка результатов, то есть постпроцессор. Собственно, вот OpenFoam, он на самом деле представляет в основном среднюю часть, то есть предоставляет инструменты для того, чтобы решать, численно решать, систему уравнений в частных производных, дифференциальную систему уравнений в частных производных по методу конечного объема. Собственно, из особенностей пакета, это пакет свободно распространяется под лицензией GNU-GPL версия 3, сейчас есть две версии OpenFoam, они пока еще более-менее с друг другом совпадают, но скоро, видимо, перестанут совпадать. Значит, второй пункт не очень принципиальный. Третий пункт — то, что, естественно, для работы на суперкомпьютерах необходимо проводить вычисление в параллельном режиме, и при помощи библиотеки MPI это в OpenFoam реализовано. В основном OpenFoam работает в операционных системах на базе Linux, это я об этом тоже немножко скажу поподробнее. Ну и основная сложность — это вся работа с пакетом осуществляется из командной строки. Для студентов это, наверное, самая сложная часть. Собственно, краткое введение в OpenFoam, совсем коротенько. OpenFoam оперирует такими понятиями, как скаляр, вектор и тензор, и различными операциями — дифференциальными, дивергенция, ротор, кредиент, скалярные, векторные и тому подобное. Но самое главное, что для пользователей для нас OpenFoam — это в первую очередь библиотека для программиста. То есть если мы хотим что-то модифицировать, мы можем взять код в библиотеке и на основе этих библиотек создать свой собственный код. Ну и понятно, что есть набор готовых словеров утилиты, и для студентов мы, конечно, преподаем в первую очередь эти самые готовые утилиты. Ну вот здесь класс задач, который можно решать при помощи пакета OpenFoam. Список практически полный. Ну понятно, что студентам мы даем совершенно очень ограниченный. Это простейшие уравнения, типа уравнения LOPLAS, уравнения переноса скаляра, движение газа сжимаемого, тепломассообмен, то есть передача тепла и движение жидкости нежимаемой. Собственно, для визуализации данных используется другой пакет, очень тоже широко известный, распространяемый по лицензии BSD, для визуализации различных трехмерных данных. Пакет Paraview. Здесь основные особенности представлены. С OpenFoam вообще никак не связан, но OpenFoam использует его в качестве, так скажем, бэк-энда для визуализации результатов. Собственно, теперь кратко о курсе, который мы поставили для студентов. Собственно, у нас два семестра идет этот курс. Первый семестр — это осенний седьмой семестр, то есть четвертый курс. Сначала мы красненько проводим введение численного моделирования, потом рассказываю про структуру пакета, знакомлю. Потом, конечно же, студентам приходится объяснять основы работы в операционных системах на базе Linux. Демонстрируем примеры, изучаем простейшие утилиты, для подготовки расчета. Ну и дальше проводится некоторая исследовательская работа с студентом, и он потом подготовивает и защищает отчет. И, собственно, в течение этого семестра студенту нужно здесь сделать шесть, бывает по-разному, но в основном шесть работ, и сдать по ним отчеты. Во втором семестре, поскольку он короче, там меньше времени отводится. Ну и здесь мы некоторые дополнительные вопросы, связанные с пакетом PUNFoam, в частности, вопрос веточные генераторы, очень важные для вычислительной гидридинамики. И студенты выполняют курсовую работу, то есть на базе OpenFoam они выполняют некоторые исследования. Какой-то такой простой задачи, сейчас не буду на этом останавливаться. И, соответственно, тестация здесь написана. Собственно, что по поводу технического обеспечения. Вот здесь мы, ну, этот курс был поставлен где-то 6-7 лет назад, и поскольку в основном у нас студенты, конечно же, привыкли работать в операционной системе Windows, а пакет OpenFoam все-таки, ну, заточен на работу с Linux, там все с командной строки делается, то проще всего оказалось подготовить образ виртуальной машины, где все уже настроено для студентов. Во-первых, у нас есть на нашей высшей школе собственный класс ноутбуков, то есть мы выдаем студентам ноутбуки, там уже все стоит, они запускают виртуальную машину и работают. Ну, либо, если у студентов, а вот сейчас у многих студентов свои собственные ноутбуки, они с ними приходят, устанавливают виртуалбокс, копируют себе виртуальную машину и работают отсюда. Это, на самом деле, очень удобная штука. Даже после того, как появилась вот VSL и другие способы там виртуализации, все равно мы остались на этом способе, потому что все унифицировано, а это всегда удобно, когда все унифицировано, у всех все одинаково. Ну, и помимо этого, для того, чтобы работать в параллельном режиме, у нас в высшей школе имеется специальный кластер студенческий, на котором можно выполнять расчеты именно по параллелизации. Ну, вот здесь пример такой одной из работы, которую выполняют студенты. Ну, я думаю, что здесь, наверное, все понимают, что это за сдачка. Это вот наша комната, вон там стоит обогреватель, тут у нас дверь холодно, значит, возникает конвекция, естественно, ну и надо, в общем, рассчитать ее. То есть, сколько тепла уйдет с одной стороны, уйдет в другую сторону. Ну, вот пример постановки в OpenFoam. То есть в OpenFoam все сдается при помощи редактирования текстовых файлов конфиграционных. Можно это делать не обязательно, с командной строки, конечно, открывать какой-нибудь edit или еще какой-нибудь, и редактировать все нормально, но, тем не менее, студентам нужно самим ручкой заполнить вот эти все граничные начальные условия и тому подобное. Ну, вот, плохо, наверное, видно, но это пример запуска виртуальной машины с открытым окном Paraview, когда студенты уже визуализируют результаты, а вот на фоне этот терминал открыт, где, собственно, результаты проведения расчетов. Ну, студенты сначала, конечно, шокированы, ничего не понимают, даже когда программа выдает им абсолютно читаемое на английском языке нормальное описание ошибки, все равно они не понимают, что происходит. Ну, это нормально для студентов. Вот. Ну, это вот пример уже такой красивой визуализации. Собственно, картинки получены. Это картинка там при помощи кноплота получена, это при помощи Paraview. Это как раз визуализация. Ну, тут все написано, поле температуры и вектора, извините, линии тока со стрелочками. Собственно, в заключение. Чем хорош сам по себе OpenFoom? Конечно же, студенты изучают инструментарий, нужный для нашей деятельности не только на нем, и не столько даже на нем, на коммерческом ПО и на другом. Но OpenFoom — это, конечно, открытое свободное программное обеспечение, которое они могут использовать дальше для проведения студенческих и научных исследований, для выполнения бакалаврских проектов, магистерских. И даже в ряде организаций у нас, по крайней мере, в Питере, OpenFoom используется для уже промышленных задач. И, конечно, OpenFoom дает достаточно хороший доступ к дистрибутиву. Есть некоторая документация, не вся, не полная, но хоть какая-то есть. Если нужно что-то модифицировать в OpenFoom, это все подготовлено, мы берем библиотеку и достаточно просто вносим какие-то в нее изменения. И, конечно, по OpenFoom куча онлайн-материалов, есть даже отдельный форум, где заинтересованные люди задают вопросы и обычно получают на них даже ответы. Даже обычно без руганий. Собственно, недостатки. Ну, недостаток первый, конечно, который я выделил, это необходимость работы с командной строкой. Для студентов это… Ну, студенты не работают с командной строкой, им приходится все набивать. Пока не скажешь им про магическую кнопочку tab, они, конечно, все это, честно, набивают, все команды. Да, ну, некоторые после это набивают. Нормально работают только ВОЗ на базе операционных системах Linux. Это не проблема на самом деле, но студенты не привыкли, приходится переучиваться. Постановка задачи сложность, конечно, потому что нужно открыть файл текстовый, подрегазировать, подрегазировать где-то неправильно, получаешь ошибку, разбираешься. Ну, в общем, куча ошибок, как в программировании тоже есть. Ну и документация, конечно, по OpenFoom не такая замечательная, не такая прямо всеобъемлющая. Ну и, собственно, здесь я резюмировал кратко то, что рассказал. В целом, по опыту преподавания могу сказать, что пакет OpenFoom, несмотря на то, что он довольно такой сложный, нет у него нормального интерфейса графического, к которому все привыкли уже, избавленные студенты, тем не менее его, в принципе, можно рекомендовать как пакет для старших курсов, потому что первые курсы, конечно, еще совсем маленькие для такого. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо вам большое. А, записывается. Значит, правильно ли я понял, что OpenFoom выполняет две функции, препроцессора и салвера? То есть сетки расчетные он тоже строит? У него есть строенный генератор, он очень такой простенький, но мы используем именно его. Спасибо большое. Вопрос такой. Как преподносится студентам практическое приложение подобных расчетов? Ну, тут скорее практическое применение. Хороший вопрос, на самом деле. Просто вот по моему опыту обучения в УЗИ, обычно, когда начинают говорить там всякие лагранж и прочее, это настолько непонятно, что от того, что что-то посчитал, понять не сильно становится. Я, с другой стороны, подойду. Дело в том, что сейчас для промышленных расчетов используется, конечно, коммерческое ПО, где уже все там, кнопочки натыкал и все нормально. Тот же Ansys Fluent. Конечно, сейчас его нишу очень сложно занять. Сейчас у нас вот этот лого-скод такой развивается во ВНИЭФ, может быть, слышали, который пытается занять эту нишу. Конечно, для промышленности, для газовых турбин, например, для паровых турбин это не заменитель. Но для научно-исследовательской работы и каких-то таких простых вспомогательных расчетов, в принципе, так мы его позиционируем. Именно как для научно-исследовательских и каких-то поддерживающих расчетов. Скажите, пожалуйста, есть опыт положительный, отрицательный какой-нибудь по использованию надстроек, оболочек, PFOAM, оболочка в FreeCAD, по-моему, есть некоторые оболочки? Значит, опыт был, студенту было дано задание на бакалаварскую работу как раз использовать FreeCAD со встроенной OpenFOAM. Опыт, скорее, отрицательный. То есть, в конце концов, студентка вроде разобралась, разобралась, а потом мы поняли, что проще все это в консоли настроить ручками, чем разобраться в этих менюшках, как оно работает. Так что пока мы не перешли. Опыт, скорее, отрицательный. Сколько часов? Сколько часов в неделю? Нет, на первую часть курса, на вторую. На первую часть курса целый семестр по два часа в неделю, а на второй это примерно половина курса по два часа в неделю. И второй вопрос касаемо самой практики. Пытались ли улучшить документацию? Потому что вот я пытался подступиться к этой программе и застрял на этом вопросе. Ответ, да. Мы написали учебное поступление, правда, пока еще не издали его в процессе редактирования, именно по OpenFOAM для студентов. Было бы очень замечательно. Такие материалы есть, не только у нас в Казанском университете развиваются. Но да, мы работаем над этим. Спасибо. Анатолий. Да нет, я просто уже задали этот вопрос. Я все-таки не понял. Ну, я имел когда-то дело с этим пакетом. На моей памяти там, по-моему, полтора десятка фронтендов есть. В частности, Блендер с OpenFOAM работает. Все-таки, почему вы ругаете? Главный недостаток – командная строка. Имеете полтора десятка фронтендов. Почему не использовать? Я так и не понял. Ну, один, я уже отвечал, потому что мы не можем использовать, потому что опыт у нас отрицательный. Но нам нужно самим сначала пройти этот путь, но студенты не смогли пройти. Ну, и мы, значит, тоже не сможем пройти. Это, во-первых. Во-вторых, я как бы поклонник, ну, отчасти командной стратегии. По крайней мере, я считаю, что с пакетом лучше, ну, как бы это более понятно. Кишки видны его, по крайней мере, и студент понимает, что он делает. С точки зрения обучения это, по-моему, более разумно. Ну, все они обладают определенными недостатками. Спасибо большое. Прошу прощения. Можно вопрос в коей-то веке? Я, возможно, не расслышал. Тут коллеги занимаются FlowVision, а вы с ним сталкивались? Что хорошего и плохого скажете? Я с ним сталкивался исключительно на конференциях, на, скажем, семинарах, потому что в нашем университете его не преподается и вообще ни разу не сталкивались с ним. Ничего хорошего и плохого я при него сказать не могу, потому что не работал с ним. Понял. Спасибо. 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 Так.